Только что избранный премьер-министр Италии Джузеппе Конте первым из западных лидеров одобрил идею президента США вернуть Россию в формат G8. Если Трампа и Конте поддержат еще две страны из большой семерки, чаша весов склонится в пользу Кремля. Руководители оппозиционных российских движений выступают категорически против такого знака международного признания путинской России. Я абсолютно убежден в том, что Россия, как одна из самых важных и самых значимых стран мира, должна иметь свое полноправное место за этим столом в клубе лидеров ведущих промышленно развитых демократий. Но это должно произойти ровно в тот день и не на один день раньше, когда режим Владимира Путина сменит демократически избранное российское правительство, которое будет уважать правовые нормы как в нашей стране, так и за рубежом. Власти Канады, которая стала инициатором исключения Российской Федерации из G8 после аннексии Крыма, однозначно заявили, что недопустимо принимать в восьмерку страну, нарушающую международные нормы. Эту позицию разделяет и временный президент Евросоюза Дональд Туск. Большинство западных экспертов считает такие поблажки Кремлю пока необоснованными, но выступает за продолжение диалога. Мы хотели, чтобы она стала восьмеркой. Я, конечно, мечтаю, что когда-нибудь она опять станет восьмеркой. То есть Россия присоединится. Но присоединится к чему? К Клубу демократических государств. Сейчас она явно к этому не готова. Если этот клуб, во-первых, сохранится, что еще остается посмотреть, как это будет развиваться сам клуб после последнего заседания. Но если он сохранится более-менее в прежнем виде, как клуб демократических государств, то почему не пригласить Россию на заседание? И, например, не поговорить про наболевшие проблемы, не знаю, ту же Украину или ту же Сирию и так далее. Интересно, что смягчить отношение лидеров G7 к Москве может проходящий в России чемпионат мира по футболу. Если у сотен тысяч иностранных болельщиков, приехавших на Мундиаль, останется благоприятное впечатление о России и россиянах, эта народная дипломатия может повлиять и на настроение политиков у них на родине. Для самого Путина очевидно чемпионат крайне важен, именно с точки зрения демонстрации его второго лица, дружелюбного, открытого, которое могло бы теоретически, если бы не все предыдущие события, способствовать изменению образа России, его собственного образа. Разумеется, даже если чемпионат мира окажется лучше всех предыдущих, он не решит проблему аннексированного Крыма или сбитого авиалайнера MH17. В то же время, чем дольше длится президентство Дональда Трампа, отмечает издание World Bulletin, тем сильнее обнаруживается расхождение во взглядах США и их западных союзников. А это выгодно России, потому что в таких условиях Западу гораздо сложнее привлечь к ответу страны, которые грубо нарушают международные нормы. Вадим Оленичев, Сергей Дагатар, Настоящее время Америка, Вашингтон.